Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии – неотъемлемая составляющая существования проекта. Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нидерландское издание НОС. Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ. Сегодня правительство Нидерландов решило подать на Россию в Европейский суд по правам человека за ее роль в уничтожении рейса MH17. Подавая межгосударственную жалобу, правительство делится всей доступной и актуальной информацией о сбитом рейсе MH17 с ЕСПЧ. Содержание межгосударственной жалобы будет также включено при привлечении Нидерландов к отдельным заявлениям, поданным ближайшими родственниками жертв против России в ЕСПЧ. Принимая этот курс действий, правительство предлагает максимальную поддержку этим отдельным делам, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Стефан Блок заявил, что таким образом Нидерланды отстаивают интересы всех 298 жертв MH17, 17 национальностей и их родственников. Достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 есть и останется наивысшим приоритетом правительства. Делая этот шаг сегодня, передавая дело в ЕСПЧ и таким образом максимально поддерживая заявление ближайших родственников, мы приближаемся к этой цели, сказал Блок. Совет Безопасности ООН также будет проинформирован об этом шаге. Правительство всегда говорило, что не исключает никаких правовых средств для достижения цели. Это последнее решение приближает нас еще на один шаг. Как известно, возле Амстердама продолжается судебный процесс по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний. Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой БУК, о которой говорили подозреваемые. Слушание по делу MH17 возобновится 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении ущерба. Когда в последующие часы стало ясно, что целью оказался не военный самолет, а гражданский рейд с MH17, кампания по дезинформации началась немедленно. Пророссийские телеканалы изменили свои репортажи. Например, на Live News примерно к 6 часам заявления ополченцев и очевидцев о ракете полностью исчезли. Вместо этого в 18.02 появилось сообщение, что MH17 был сбит ракетой системой С-300, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Чуть меньше чем через полчаса эта версия заменяется сообщением о том, что Боинг был сбит украинским истребителем, который затем был сбит Народной Армией. Несколько дней спустя Российское Министерство Обороны утвердило эту линию подачи информации на пресс-конференции 21 июля 2014 года, о которой мы упоминали ранее. Во время этой пресс-конференции российские военные предположили два сценария, заявив, с одной стороны, что MH17, возможно, был сбит украинским штурмовиком, и с другой, указав на украинский зенитный ракетный комплекс БУК. С тех пор оба этих сценария поддерживали, в частности, Министерство Обороны России, производитель БУКа-концерн Алмаз-Антей, Российский Следственный Комитет, заместитель Генерального Прокурора, министр иностранных дел и представитель Министерства иностранных дел. До середины 2015 года атака украинского штурмовика была доминирующим сценарием. Однако после того, как Совет по безопасности Нидерландов, ДСБ, представил сначала проект отчета, а потом опубликовал свой итоговый отчет, акцент сменился на украинскую ракету БУК. Были даны различные толкования относительно того, какой тип ракеты и какой тип боеголовки использовались, и неогнократно утверждалось, что в вооруженных силах России таких типов уже нет. К 26 сентября 2016 года сценарий украинского штурмовика отошел на второй план. В этот день было объявлено, что найдены российские первичные радиоакционные данные, на которых нет никакого другого самолета-штурмовика. С этого момента украинская ракета БУК становится доминирующим сценарием. Это подтверждается в 2018 году представлением документов, из которых следует, что означенная ракета БУК была передана Советской воинской части в Советской Украине еще в 1986 году. По данным Российского Министерства обороны, все последующее время эта ракета оставалась там. Та же самая линия поведения была принята заместителем Генерального прокурора России в начале 2019 года. Он также указал на доказательства украинского происхождения ракеты. Несмотря на это, Российская Федерация продолжает рассматривать возможность обеих вариантов. Ее ответ в ходе разбирательств в ЕСПЧ свелся к предполагаемому уничтожению рейса MH17 ракетой БУК. До сегодняшнего дня российские власти никогда не занимали определенной однозначной позиции в отношении того, что именно они думают о произошедшем 17 июля 2014 года. Российские выступления направлены исключительно на то, чтобы посеять сомнения в отношении доказательств, указывающих на российскую ракету БУК, и на дисквалификацию расследования GIT. Например, GIT была обвинена в предвзятости использования фальсифицированной информации и несерьезном отношении к российским данным. В то же время российские власти сами предоставляли явно неверную информацию о спутниковых и радиолокационных изображениях, отказываясь предоставлять какую-либо информацию о ракетной установке БУК, идентифицированной в ходе расследования GIT как оружие, сбившее рейс MH17. Сейчас продолжается этап до судебных слушаний. То есть первое заседание в мартовске, это была инвентаризация процесса. То есть обвиняемые пришли, не пришли, повестили их, не повестили. Какие вопросы у защиты, какие вопросы у обвинения. То есть обвинение показало, что оно хотело бы представить, в каком виде излагать свою позицию и так далее. Оно закончилось тем, что последнее заседание было 10 марта, выступлением обвинения, которое не просто предъявило обвинение, а оно как бы обратилось в суду, как вот она считает для оптимального ведения суда, что нужно сделать, значит, по свидетелям, по дополнительным экспертизам, по обвиняемым, по взаимоотношениям с ближайшими родственниками жертв. И она поставила целый ряд вопросов, как суду ходатайс, так, в общем-то, и защите. То есть она попросила определиться в защите с ее позицией, потому что, как это не дико для нас звучит, но обвинение стоит отчасти на стороне обвиняемых. То есть она говорит о том, что у нас очень много, допустим, материалов, которые не вошли в обвинительное заключение. Но если защита определит свою позицию, то мы вот все те материалы, которые мы наработали за эти 5 лет, даже не вошедшие в материалы дела, мы можем защите предоставить для защиты. Но для этого защита должна понять, вот как она будет защититься, то есть что она будет оспаривать, будет ли Пулатов участвовать в заседаниях, да, то есть, допустим, давать показания, или просто он сказал, допустим, что я ничего не признаю, а дальше уже, кстати, вот работает его защита. Вот, и вот дальше, были проведены, было показано, допустим, как работать со свидетелями, опять же, с обвиняемыми. Все допросы, все вот эти контакты, в том числе с анонимными свидетелями, проводит следственный судья. Вот, чтобы у него были, допустим, полномочия для ускорения процесса, это делать вот между сессиями, да, то есть вроде как вот одна сессия, другая, а следственный судья работает, в общем, между, то есть выполняет заявки, допустим, по допросу свидетелей, как со стороны обвинения, чтобы они еще совсем допросились чего-то, так, в общем-то, и по писанным вопросам со стороны защиты. То есть, вот это была первая такая инвентаризационная часть. А сейчас идет, опять же, из-за коронавируса, произошла некая сдвижка по планам. Первоначально предполагалось, что в июне уже будет более предметное обсуждение, а, наверное, примерно с сентября начнется рассмотрение дела по существу. Сейчас, в общем-то, какие-то моменты были перенесены, и вот в июне, вот сейчас, на первых слушаниях, 8-го, 9-го, 10-го, произошло вот что. Значит, во-первых, защита показала свою позицию, да, позиция сводится к тому, что нужно перенести дело еще дальше, отложить, потому что, во-первых, у нее не было времени для полностью ознакомления со всеми материалами дела. Здесь нужно еще сказать такой момент, не упустить, что еще на мартовских слушаниях обвинение предложило, как бы, рассматривать вот эти вот дела, всех четырех обвиняемых, не единым блоком, потому что у них разный статус. Один присутствует в судебном процессе, ну, через адвокатов, да, а три другие отказались. Но самое интересное, что вот в соответствии с нидерландским законодательством, то есть, допустим, Гиркин, вот он сейчас сказал, что я не признаю, я не участвую. Пройдет год, он потом скажет, нет, я хочу. И вот когда вот он скажет, я хочу, и чуть ли там не в суд приехать, да, то он может потребовать, в общем-то, многие процедуры пересмотреть по новой. То есть, что называется, в отношении себя, его слушание должно будет начаться с самого начала. Не важно, что там было без его участия. Вот. Поэтому вот такие вот есть нюансы. Поэтому обвинение предлагает рассматривать, вот, четырех обвиняем, каждое дело против него, как бы, отдельно, которые, естественно, будут вестись с разной скоростью, потому что у Палатова есть адвокаты, которые могут, кстати, вынисировать какие-то ходатайства, экспертизы, что-то там еще, расследование, доследование и так далее. А у тех троих нет. Но, тем не менее, как бы, эти дела будут идти с разной скоростью, и информационно они между собой, соответственно, будут взаимодействовать. То есть, допустим, если по делу Палатова что-то вскрывается, какие-то сведения, которые, в общем-то, как-то обличают вину, допустим, или, наоборот, невиновность Гиркина, да, то они попадают в дело Гиркина. Но, тем не менее, суд, как бы, ведет эти четыре дела параллельно, с разной скоростью, так, чтобы потом в конце, вот, единовременно, был, кстати, приговор сразу по всем. То есть, вот такая интересная тактика обвинения, обусловленная тем, что трое, кстати, не присутствует в суде никак, а, соответственно, Палатов присутствует в суде, яйца стороной суда, ну, через представителей защиты. Вот. То есть, это вот по защите, а по обвинению. Обвинение в течение трех дней сделало такую развернутую презентацию по своему расследованию. То есть, мы увидели вот тот объем работы, то есть, нам еще по большому счету доказательства не предъявлены, да, вот, но вот в этот раз мы увидели колоссальный объем работы, которая выполнила следствие по самым разным направлениям, да, то есть, допустим, по альтернативным версиям, то есть, как они рассматривали альтернативные версии, почему они потом перешли к основной версии? Вот теперь основная версия, что по ней сделано? Дальше, по, допустим, останкам, как их собирали, как их исследовали, как их классифицировали, как там проводили различные роды экспертизы, как искали вот эти поражающие элементы, то есть, там и рентген, там и МРТ, в общем, вот это колоссальный объем вот этого всего массива останков, независимо от их, кстати, формы, размеров, состояния и так далее. Дальше, по радиолокационным данным, то есть, детальный обзор всех радиолокационных данных, которые проверила, получила, что не получила обвинения, и вот что, как бы, вот это, вся эта история, да, российские СМИ из этого выделили один кусок, что вот Россия данные не предоставила. Предоставила России данные. Если смотреть показания прокурора Томаса Бейгера, среди водоклада, она предоставила данные военно, первичные данные военного радара, чего Россия не сделала. К тому, что вообще, вот, вот этот весь колоссальный объем натурных экспериментов с ракетами, с боевой частью, то есть, разобрали там все до винтика, все изучили, и на основании этого, вот, получили все динамические активистики двигателя, да, как он работает там, когда у него какая тяга в начале, какая в середине, какая в конце, как она меняется. Это позволило сделать очень точные расчеты места пуска. То есть, до сих пор мы говорили о том, что, вот, как говорил Алмаз-Анте, мы разработчики, у нас уникальная компетенция, ни у кого нет, все. С этим можно забыть. Потому что тот эксперимент, который Алмаз-Анте сделал, сейчас его просто можно перечеркнуть. Вот, и голландцы, то есть, вот, если Совет по безопасности Нидерландов, они проводили расчеты на основании каких-то своих данных, открытых, или там, у них, кстати, и разведка работала. Дальше, положение места пуска, вот, если берем отчет итоговый голландцев, значит, это вот эта Национальная аэрокосмическая лаборатория Нидерландов, это Киевский институт судебной медицины, или экспертизы. Да, если я правильно его называю. Дальше, и Алмаз-Антель. Они практически все вот легли вот в этот вот район, куда входит и Снежная. То вот сейчас, если смотреть их презентации, они сделали совершенно свои расчеты. То есть, вот эта Национальная аэрокосмическая лаборатория Нидерландов сделала новый отчет на основании этих уточненных данных, то есть, не где-то уже взятых, а вот, что называется, с испытаниях, да, то есть, вот. И Королевский институт, кстати, баллистический экспертизм, кстати, обороны, да, вот, академии, он провел свои данные. То есть, и мы видим, что там, вот, там другие районы запуска, у них и конфигурация другая, вот. Но это, тем не менее, тот же самый вариант по, соответственно, поселок Первомайский южнее Снежного. То есть, вот, вот такой колоссальный объем работы, да, это по всем направлениям. Если, допустим, взять космические снимки, тоже вот сейчас говорят, что вот, у нас же сейчас, наша пропаганда говорит о чем, да, что Украина не предоставила свои данные, радиоакционные, да, а американцы не заканчивали снимки. Что тоже неправда. Что тоже неправда. Потому что, и там, вот, самое интересное, что и в первом, и в другом случае, ничего ведь нового-то не произошло. То есть, если мы говорим про радиоакционные, данные, то там ситуация такая. Вот летит самолет над Восточной Украиной. Внизу боевые действия. Российско-украинская граница. Здесь рядом, он не долетел, там, по 60 километров. С этой стороны на территории России стоит 40-тысячная воинская группировка. Естественно, что это воинская группировка. Мониторит все воздушное пространство Украины военными системами. Дальше. В украинском небе ведут, идут боевые действия. Поэтому, вот, пониже, да. Не, я к тому, что Украина тоже, по идее, должна стать, военная Украина, и должны тоже это дело отслеживать, да. Дальше. Самолет гражданский. Поэтому вот он летит в небе, и его, естественно, отслеживают гражданские локаторы, да. То есть, это и украинский, и, соответственно, российский. Российский, это, значит, Усть-Донецк, утестая, и Батуринский. А у Украины ситуация сложнее, потому что вот этот вот, как бы, узел, Днепропетровский, да, вот, Донецкий, кстати, он там, там все разбомблено. Там нормальных локаторов нет. Поэтому Украина проводит этот самолет, ну, как бы, так скажем, ну, проще, да, проще, да, проще, и, может быть, не так детально, как следует. С гражданскими самолетами проще, потому что там есть на борту, кажется, транспондер. То есть, ты просто принимаешь этот, кстати, автоответчик, и ты увидишь его на экране, в общем-то, вторичной ситуации. Поэтому, когда вот это все случилось, дальше ситуация очень простая. По требованиям ИКАО, в течение, значит, данные должны храниться, первичные гражданские локаторы, в течение 30 суток. Украина заявляет, что, в общем, локатор тот, который должен был как бы вот это все делать, он вообще был разбомблен до этого. Да, 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 там военные действия. А тот, который вот как бы мог это видеть, он как раз у него были регламентные работы. Вот в этот же день, с утра он выключился, с от вечера он включился. Но регламентные работы, они планируются заранее. То есть, если здесь есть какие-то ремонтные работы, значит, есть какой-то график ремонта, который согласован загодя. То есть, здесь какого-то умысла, в общем-то, ну, угадаться, предвидеть сложно. Ну, вот так случилось. Но самое интересное, да, сейчас мы дойдем до военных. То есть, это с Украины. А вот теперь с России. Она тоже должна 30 дней хранить эти данные первичные, передать их. Россия говорит, что не сохранилось, стерли. Мы не обязаны хранить первичные данные, тем более, что к нам он еще не долетел. То есть, мы их потеряли. Неожиданно. Вот просто потеряли. То есть, вот, из всех рейсов, да, мы потеряли именно этот. И именно, и причем мы сказали, что мы, как бы, вот в этом деле не виноваты, но в итоговом отчете Совета по безопасности Нидерланды четко сказано, что это нарушение нормативов ИКО. Мы обязаны были хранить. Вот. А дальше происходит очень интересно. Это те самые данные, которые вот мы не обязаны были хранить, но через два года они вдруг обнаруживаются. Ну, кстати, на утесе Т, который входит, как, кстати, подразделение в концерн Алмаз-Антей. И через два года эти первичные данные, которые ничего не видят, ни самолет, ни ракету, мы презентуем 26 сентября 2016 года. И говорим, что мы вот отдаем следствию, пусть смотрят, там ничего нет. Мы передаем их в 32-битовом формате, который толком не читается, потому что весь мир, включая Россию, в Жизанской авиации перешел на формат 64-бита, Астерикс. Вот. И этот формат чем интересен, что любое вмешательство в него, он же самый фиксирует. То есть ты можешь посмотреть историю изменений. Тестебитовым этого нет. Поэтому мы делаем вид, что они тупые прочитать не могут, мы над ними ржем, что они вообще российские данные не воспринимают и не хотят, и вообще там все муклеж. В конце концов мы им передаем все программы обеспечения для этого 30-битового прочтения. Усложняем им задачу, потому что им теперь нужно проверить, верифицировать саму вот этот программный обеспечения, что еще в нем ничего не зашито. Убедиться, что оно как бы объективно и нормально смотрит, потом уже проверить эти данные. В общем, там была целая история, но в итоге там... А что с военными? Вот. Да, да, да. Мы сейчас с вами говорим о гражданских ралкаторах. А теперь о военных. Да, еще значит, надо сказать, что... И вот сейчас покурор сказал, что в этих данных, которые передала Россия, значит, по мнению экспертов, убрать ракету, мы же говорим о том, что мы передали, там рядом не самолет, а не ракеты. Вот убрать ракету, вычленить из всех этих данных, это очень легко. И если мы сейчас посмотрим видео вот этой пресс-конференции, брифинга для пресса наших военных 26 сентября 2016 года, они сейчас есть в интернете, то мы можем увидеть, что вот прям как вот идет граница, да, это поле локатора рабочее, вот идет граница. И там есть крестики, это такие засветки, помехи от посторонних предметов. Ну, допустим, облачность, там гроза и так далее, и так далее. И вот видно, что это вычищали. То есть, вот там, где должна, по идее, была бы быть ракета, там этих крестиков практически нет. В то время, как, если мы посмотрим на садмете, обстановку на этот день, эта облачность была там совершенно везде, она как бы там идет ровным полем. То есть, на вот этих вот, от этих помех от такой паразитной засветки, от этих вот внешних источников, видно, что у нас неравномерно. То ли это фильтр так настроен был, что само по себе странно, то ли это так вот зачистили. Но прокурор сказал четко, да, что вот вычленить ракету, тем более, у нас было два года, вот, да, это достаточно просто. Это вот, мы сейчас с вами проговорили гражданские данные, теперь военные данные. Понятное дело, что у России военные данные есть и были, это понятно, потому что мы, ну, идут боевые действия, причем достаточно активные, то есть, летает и фронтовая авиация, и штурмовики, летают и транспортники, вот Ил-76, которые, допустим, сбили, да, летают самолеты-разведчики, корректировщики огня, там, АН-26, высота полета больше 6 тысяч метров. Поэтому, естественно, что наши военные все смотрели, безусловно. Наши данные, первичные военные, вообще никаких мы не передали, вот, в принципе. Я напомню, что вечером 17 июля 2014 года, когда наш президент, там, собрав приближенных, выразил соболезнования, траур, они встали, минута молчания, и он дал военным указания, предоставить все данные, которые смогут пролить, как бы, свет, да, на катастрофу, как у нас в России, так и, соответственно, в Украине, и в мире, и так далее. Военные-то не сделали. На всех брифингах военные предоставляли только данные Росавиации, гражданских локаторов. Свои данные никто не дал. Вот, из наших военных никто. Вот. А, как вы видите, а Украина взяла и дала. Украина, я, сложно мне говорить, почему, допустим, у них не было каких-то стационарных локаторов, может, потому что военные действия, может, потому что, по большому счету, ну, никто особо-то не летал, да, то есть, вот, если летает моя авиация, я за ней слежу. Если в этот день полетов не было, то, в общем-то, что мне следить, и что там записывать. Вот. А по утверждению Украины в этот день никто не летал. Но выяснилось, что был локатор в 250 километрах, военный локатор, который проводил там какие-то свои работы, испытания, наладку, отладку и так далее, и так далее. И он записал эти данные. То есть, его вот возможностей хватило для того, чтобы записать вот эту ситуацию. Но там тоже интересно, потому что это были испытания или наладка совсем по-друге задачи. Там были настроены специальные фильтры, которые, в общем-то, отсекали какие-то мелкие объекты. Да еще на такой дальности. Ракету не видно. Еще момент какой, что когда эти данные записывались в память, они еще загрублялись, потому что там были проблемы с съемкостью этой памяти. Поэтому Украина передала данные первичного военного локатора, радара, на которых виден самолет и ничего вокруг него нет. Опять же, ни ракеты, ни какого-либо самолета. Тут ведь еще момент какой. Гражданские локаторы предназначены для проведения тихоходных воздушных судов. Поэтому они работают в дециметровом диапазоне волн. Вот, допустим, утес Т, длина волны 23 сантиметра. Мы из курса физики знаем, для того, чтобы волны видели какой-то объект, то длина волны должна быть на порядок меньше характерного размера объекта. Поэтому, соответственно, если длина волны утеса Т 23 сантиметра, то увидеть метровый, допустим, двухметровый объект, для него проблематично. Ракета Бука длина 5 метров, толщина меньше метра. Все. А вот военные локаторы, для которых и любая и крылатая ракета, и малоразмерная цель, это тоже воздушная цель, они работают в сантиметровом диапазоне. Поэтому, если бы тот украинский локатор нормально работал, без фильтров и записывал все, что бы было, он бы, конечно, ракету увидел. А то, что ракету не увидел гражданский УТОСТ, он и не должен был ее видеть, в принципе. А что со спутниковыми фотографиями, со созданными спутников? Опять же, агентство ТАССА очень так ярко сообщает о том, что американцы им не дали эти спутники. Так, как там с этими спутниками было? Дело в том, что, ну, от этого, это тоже было все понятно. В этом плане ничего нового нет. Значит, во-первых, европейцы запросили фотографию спутников у всех стран, у которых есть спутники. То есть, помимо штатов, помимо России, соответственно, был еще Китай, который сказал, что да, у меня там даже спутник летел, но он не работал. Но можно сказать, что теперь Китай в сговоре, да, то есть, мы все говорили, что это Гуздеп, что это ЦРУ, спецслужбы Америки и Украины, а теперь, понимаете, еще и Китай, что это поднебесное, тоже это в деле. То есть, я к тому, что как они скрупулезно к этим вещам подходят. Дальше, американцы сразу заявили о том, что у них есть спутниковые данные. Если мы посмотрим, вот все спутники известные, они имеют параметры орбиты, которые, в общем-то, сообщаются и отслеживаются службами контроля космического пространства. Есть целый ряд военных спутников, очень секретных, мы вообще не сообщаем, соответственно, свои данные, американцы сообщают, но есть очень секретные военные спутники, которые тоже данные орбиты не сообщают. Но есть целый ряд международных групп наблюдателей, такие вот любители, энтузиасты, которые своими телескопами обнаруживают эти секретные спутники, их данные, соответственно, заносят в общем каталог. Вот если смотреть все эти каталоги на тот день, то мы видим, что в этот момент, ну там плюс 15 минут, плюс минус 15 минут от точки взрыва, это видело порядка трех американских спутников. Один на геостационаре и два низковысотных. Эти спутники это часть новой американской системы обнаружения ракетных пусков. Они предназначены для фиксации факела, то есть это инфракрасно, то есть это невидимый инфракрасный диапазон, они предназначены для фиксации факелов ракетных двигателей, стартующих баллистических ракет. Это ракеты десятки тонн массой, достаточно большого размера, этот факел работает до достаточно большого высоты, порядка десятки километров. Тут американцы заявляют, что их система обнаружила запуск ракеты маленькой на километрах сквозь облачность. Фактически это говорит о том, что система обнаружения ракетных пусков настолько чувствительна, что она может обнаружить не только баллистическую ракету, а вот даже такую зенитную ракету, небольшую. И, конечно, мы сильно возбудились, потому что это подтверждение уникальной способности системы обнаружения. Естественно, что когда мы говорим, что покажите ваши спутники, мы, конечно, говорим, что ракета не туда была запущена, но у нас еще есть и другая цель. Как только мы увидим эти спутники по размеру этого факела, насколько он яркий, мы поймем разрешающую способность этих американских спутников, что они вообще видят. Может быть, мы сейчас выйдем и закурим, и это будет видно, понимаете, из космоса. Поэтому, конечно, это нам очень важно. А американцы именно поэтому, чтобы не показать возможности своих систем, они нам это не открывают. Они вообще это не открывают. Да. И дальше ситуация такая. Для того, чтобы передать это дело в суд, это очень сложный вопрос, который достаточно длительное время изучался. потому что если просто передать в суд, чтобы суд ими оперировал, то тогда суд надо делать закрытый. Американцы изначально, с самого начала отказались снимки рассекречивания. Просто отказались. Поэтому, вот вам в суд, они передали голландцам по системе своих разведливых сообществ, передали голландцам через голландскую службу военной разведки МИВД. Но сказали так, что если вы будете фигуровать в суде, это войдет в материалы дела, то тогда суд должен быть закрытым. Естественно, голландцы пойти не могут, потому что такой общественный резонанс. Поэтому суд открытый. И было сделано очень интересно. Эта процедура была известна уже больше года назад, что вот есть секретный спутник, секретный снимок со спутника, а есть открытое описание, что здесь изображено словами. Это так называемый меморандум этих спутниковых снимков. Вот спутник закрытый, а меморандум открытый. И одного судью, который имеет соответствующий допуск, гостайник к секретным документам, ему показали фотографию и меморандум. И он видит, что меморандум абсолютно соответствует спутнику, фотографии со спутника. И меморандум он лег в материалы дела. А вот этот секретный документ остался в ведении секретной военной разведки Нидерландов. Но судья, который будет давать под присягой, имеющей допуски, видевшей и это, и это, и их встречавшей, он под присягой будет давать показания, что вот этот меморандум четко, он полностью соответствует вот этому первоначальному спутнику. Если меморандум написано, что запуск был произведен вот там 6 километров южнее Снежного. То есть по сути эта система четко указывает место старта? 6 километров? То есть вот сейчас прокурор сказал четко, что вот в этих документах четко сказано, что точка запуска 6 километров южнее города Снежной. Надо только нам по карте померить, что там до этого поля, сколько там. А что с российскими спутниками? Понимаете, ведь это тоже интересно, да, 6 километров, мы тогда сможем понять еще и точность геопривязки, то есть вот эти спутники не просто увидели старт ракеты, да, а насколько они точно определяют это место. не, но если три спутника с разных мест, соответственно, можно место... мы не знаем фотографии спутниками фигурируют в судебном деле, будут в виде описания их содержания. А что с российскими спутниками? А с российскими спутниками совершенно четко сказано, что это фальшивка. К сожалению, как бы, вот как это... Ну, это было-то уже понятно совсем, да, потому что когда они были опубликованы, они были опубликованы в очень плохом качестве. Вот, допустим, даже я пытался найти хоть какой-то источник, даже на сайте Минобороны. Вот, они в очень плохом качестве. Поэтому подтвердить их подлинность, неподлинность, вернее, скажем так, вот подтвердить их лживость легко. Просто легко, потому что даже направление теней не соответствует местному времени суток. А там, допустим, где снимок, вот большой снимок и в нескольких местах увеличенные фрагменты. допустим, Зарощенское, 17-е число, вот Зарощенское, и вот, значит, стоит бронетранспортер, и вот стоит, значит, самоходная огневая установка. У бронетранспортера тень в одну сторону, а у этого в другую. То есть, это вот даже такие вещи. Вот. И когда сейчас, опять же, возвращаясь, значит, к обвинению, да, обвинение запросило спутник, фотографии у американцев, американцы, значит, сделали вот так, обвинение запросило фотографии у России в лучшем качестве, Россия, ответила, не сохранилась. Вы можете в это поверить? Я нет. Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательства вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, что мы не найдем и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибелью людей. О чем мы бесконечно скорбим и, конечно, считаем, что подобные акции недопустимы. Надо вернуться все-таки к тому, о чем мы говорили. Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Просили, что? Нет. А истребителя где были? И где вот эти абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли либо кто-то другой? Там много очень вопросов, понимаете, много. На них не отвечают. Просто выбрали один раз и навсегда назначили виновных. И все. Нас такой подход к расследованию не устраивает. Субтитры создавал DimaTorzok